Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые транспорты и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмиллеру. Это надежная группа с недорогой и быстрой прокачкой. И доступна она на всех актуальных платформах. На ПК, PS4 и PS5, Xbox One и Series X и S. А больше вы узнаете по ссылке в описании. И снова здорова, дорогие зрители. Я к вам с довольно-таки важной информацией. Кхм. Леди и джентльмены, дорогие пекари, поздравляю. Мы заходим в эру нового контента. Короче, как всегда официально по слухам, ну мы же только так и работаем. PS5 нам сообщает, что 20 числа обладатели ПК-версии GTA Online получат контент, который имеют игроки PS5 и Xbox Series X и S. Да. Об этом я частенько твердил в видосах, что пора уже отделить версию ПК от PS4 и Xbox One и подсоединить к версии Xbox Series X и PS5. Да, Rockstar, понятное дело, что не меня слушали, но факт остается фактом. 20 число. Это у нас вторник. По вторникам у нас выходят кое-какие обновления. По большей части, соответственно, плюс-минус даты сходятся. Что же я лично хотел сказать. Спустя, мать его, 2 года. Это в традициях Rockstar. Как выход GTA 5, как выход Red Dead Redemption. Чуть-чуть с опозданием на ПК. Как всегда у нас такая ситуация происходит, так что для нас это норма. Скорее всего такая же ситуация будет с GTA 6. Тут уж в принципе и так все ясно. Что же мы с вами получим? Тут прям конкретных уточнений нет. Но я надеюсь получить просто весь контент, который получили игроки PS5. Плюс, опять же, возможность покупки подписки. Я, конечно, не говорю желанием ее покупать. Но было бы прикольно, если бы они нам дали эту возможность. Ну и, конечно же, улучшение графена. Raytracing и прочее подобное. Это уже, конечно, стоило бы уже добавить. Все-таки ПК, ну, среднестатистически, чуть-чуть больше не консолей. Это, опять же, мое мнение. Что ж, это веселая новость. Не веселая новость для обладателей игры на PS4 и Xbox One. В этот же день у данных игроков будет вырезан редактор Rockstar. И Rockstar это объясняет тем, что консоли уже не пригодны для данной игры. Все лагает и прочее-прочее подобное. Но это у меня уже отсебятина. Вкратце, они просто сказали, что возможности консоли уже не хватает. И, соответственно, мы отключаем редактор Rockstar на PS4 и Xbox One. В принципе, многие игроки этого, вероятнее всего, боялись, которые играют на данных консолях, то, что Rockstar начнут забивать. И это, естественно, к выходу GTA 6, к закату GTA Online на GTA 5, Rockstar будет, соответственно, забивать на предыдущие поколения. Дорогие зрители, ваше мнение я всегда обязательно прочитаю в комментариях. Как вы думаете, что же мы с вами получим и когда перестанет существовать онлайн на консолях предыдущего поколения. Но у меня на этом все. Если ты досмотрел данный ролик до конца, тебе понравилось, а ты узнал что-то новое, то обязательно подпишись на мой канал, не забудь поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь и удаляюсь. Субтитры сделал DimaTorzok